Слава Богу, братья и сестры, за то время милости и благодати, которое Бог нам снова дарит в жизнь каждого из нас. Я благодарен Господу за каждого, кто молился за нас с братьями. Две недели нас не было в Беларуси, не было дома, не было здесь в церкви. Мы благодарны, потому что на самом деле эти молитвы, они очень чувствовались, они очень нужны были, потому что мы ездили в очень непростое место. И там, где у нас не было, ни связи не было, ни света не было. Но Бог являлся своей милостью и благодать, как-то рассуждая с братьями. Знаете, сегодня в мире люди могут уповать на разные вещи. Но мы как-то вечером собрались с братьями, и один брат говорит, знаете, вот над этим местом, где мы находимся, есть купол. Вот сегодня в Израиле мы знаем железный купол, свой купол. Он говорит, на этом месте есть купол молитв. Есть то время, когда на самом деле Бог будет совершать, и Бог действует по молитвам народа своего. Поэтому мы благодарны Господу за каждого, кто подвязался, кто и финансы жертвовали, и это все было благословением и для нас, для тех людей, которым мы могли бы послужить. И я хотел немножко покажу вам, где мы были, что мы делали вообще, потому что люди спрашивают, занимались очень интересным делом. Все во славу Господа. Но первое, прочитаю место, 25 глава Евангелия Матфея. 25 глава. С 32 стиха. «И соберутся пред Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили. Когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели. Когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из тих братьев моих меньших, то сделали мне». Можно включить первую фотографию. Как появилось желание вообще принять участие в определенном служении, которое называется «Хлеб». Служение несут братья в России, основывал церковь в Краснодаре. Про это служение я узнал от братьев тоже, когда мы были в России, я узнал про это служение. Служение заключается в том, что братья в определенных местах, таких горячих, открыли пекарни. Они хотели достичь, понятно, не только физически, но и духовным хлебом людей. И когда они пришли, начали стучаться в администрацию, ну это вот небольшая команда, она меняется. Тут и братья-сёстры, там есть церковь, которая слевеет, и братья-сёстры. Только не спешите в очереди. Эта команда в центре стоит с бородой. Это брат, который ответственный старший, он сам с под Краснодаром. И когда они год назад приехали в это место и просили администрацию, чтобы просто войти, начать служить людям, мы начали везде чувствовать отпор, нам не давали согласия ни с гуманитаркой, ни с каким... И тогда просто Бог им дал на сердце понимание, говорит, а если мы придём к вам с хлебом? Знаете, когда они сказали с хлебом, Бог открыл двери из сердца. И когда администрации, возможность, и они начали искать возможность. Вот за вывеской, где приди к Иисусу, там находится склад, и в таком помещении находится пекарня. То есть она достаточно... То есть я говорю, если в нормальных условиях там бы никакая санпина, да, и не разрешили бы функционировать этой пекарне. Но Бог сделает чудесное. Братья нашли там, где делают печь. В Кабардино-Балкарии им дали рецепт хлеба, и вот они на протяжении уже более года трудятся в этом служении. В этом служении постоянно вам нужны братья, то есть чередуются команды братьев. Счастер там, конечно, нету, только братья, потому что труд достаточно физический такой, активный. Братья с периодичностью приезжают, кто на неделю, кто на две недели, вот мы были, кто на месяц. Ну, братья сказали, вы приехали на две недели, ну, вам разряд пекаря, мы вам ещё не дадим. Говорят, ну, мукамола можем дать, то есть, ну, хотя бы, если бы на месяц, то дали бы и разряд пекаря. Хорошо, сейчас следующее. Это мы вечерами проводили, то есть и духовный, и физический хлеб. Приезжали, приходили братья и сёстры там с церкви, соседи приходили, мы вместе могли общаться, петь песни. Такое очень хорошее общение было, времяпрепровождение, которое Бог давал быть вместе. И это было бодрение и для тех, кто находится там, братьев, сестёр, ну, и для нас было хорошее времяпрепровождение. Знаете, Бог делает то, что соединяет с разных конфессий. Начинают братья, баптисты начинали, там находятся братья-баптисты нерегистрированного братства. Но, знаете, приходит время, когда мы становимся вместе, да, то есть мы становимся вместе, когда то, что делает Бог, совмещает. И, знаете, хотя непростые условия, но Бог прилагает спасаемых и в разных местах. И независимо от времени Бог спасает. От этого вот мы были, было водное крещение, и четыре человека принимало водное крещение. Хотя очень непросто, нельзя массово собираться, ни в каких местах практически, но Бог сделал чудесно. И четыре человека могли принимать водное крещение. И, знаете, когда я смотрел, думаю, Господь, насколько сегодня Евангелие, оно сегодня сильно. Сегодня Евангелие, может, люди сегодня начальство там делят что-то, но Евангелие сильно, и Евангелие проникает в разные слои общества. И он стоит с белой бородой, мужчина, он сам говорит, я с православной церкви, говорит, долгие годы жил, исполнял все там обряды, но когда-то понял, что мне чего-то не хватает. И понял мне, что все, что мне в жизни не хватало, не хватало Евангелия, не хватало Библии. Он пришел в церковь, покаялся, сейчас там приближается к Господу. Можно дальше. Вот наши общения вечерние такие, да, в простоте. Все, что Бог давал. Дальше можно. Это вот команда, тоже следующая. Вот мы были, еще приехала другая команда. Там один врач, реаниматолог, 18 лет, без Бережика стоит. Рядышком пастыр из Смоленска. То есть, говорю, разные конфессии, разные, может, города, но Бог соединяет, делает вместе. Вот с бородой в кепочке стоит. Вообще интересная семья. Она сама была, яговисткой была. Он тоже там, интересная у него судьба. Но Бог приближает их к себе. Можно следующее. Ну вот, что мы делали, да. Вот наша смена начиналась в 8-9 часов вечера, заканчивалась в 2-3 часа ночи. И потом следующая с 3 часов ночи до 10 утра, следующая смена, да. То есть по 8 часов, 7 часов смена наша была. Вот мы занимались тем, что, может, никогда кто-то первый раз, как говорят, масло в руку погружал. Можно следующее. Сею муку. Мешали тесто. Все делали. Братья на месте показали. То есть сильно большой квалификации не нужно было бы. Тесто подходит. Да. Это чан на 30 килограмм муки. Следующее можно. Ну вот. Развесочка идет. Кому-то знакомо, кого-то. Это будущий хлеб. 650 грамм теста. Формы стоят. Можно следующее. Формой мы все делали, всему научили. Хлеб растаивается, подымается. Да, хозяйки знают. Следующее. Ну вот и в печке он готовится. Вот печка такая простая. 300 градусов хлеб. Ну, за раз мы выпекали почти 150-146 буханок хлеба. Это в одной печке. За смену выходило у нас от 900 до 1000 булок хлеба. То есть вот за две недели испекли почти 10 тысяч буханок хлеба. Следующее. Это Паша. Ну вот так. Это уже готовый хлеб. Горячий, вкусный. Достаем из печи. В самом деле, да, вот эти. Да, для тех, кто никогда не пек, это очень здорово. Ну, видите, у нас вывеска и хлеб, и физически, но и сразу же за столами у нас всегда стояли евангелия, брошюры. То есть каждый приходящий, он всегда мог брать и хлеб, и духовный, и физический. Ну, есть вот дом молитвы. По воскресеньям Бог так устраивал, что могли посвящать дом молитвы братьев баптистов отделенных. Ну, нам, так как мы не отделенные, нам слова не давали, но могли в простоте славить Господа. Насколько можем там петь. Ну, знаете, в простоте, но те, которые сидели, они говорили, слушайте, ну, какая-то разрядочка у нас тоже там нормальная. То есть Бог касался, и Бог совершал свою работу. Это вот почти, практически последний вечер у нас перед отъездом. Бог дал такое совместное общение. На столе картошка. Мы научили, там картошку есть хорошо братьев. Мне уже будут нас вспоминать с хорошим словом. Поэтому такое служение Бог дал, позволил по милости своей участвовать. Знаете, непростая обстановка, говорю. Мы приехали, как раз там, трансформатор вышел из строя, света нету. Постоянно генератор работает, воды тоже до 7 часов вечера есть, потом нету. Но, слава Богу, там был газ. Могли производить определенную работу. Благодарный Богу, что Бог хранил, миловал, потому что, по первости, было очень непривычно. Там как-то одна сестра с Москвы приезжает и наутро говорит, знаете, чему я научила радоваться? Что я открыла глаза, и я живая. Я ей слушаю, ну, вот она говорит, я научила радоваться. Знаете, мы пришли в дом молитвы, и сестры говорят, мы очень рады, что пришли, этот дом молитвы сегодня есть. Одна сестра говорит, я не могу из дома выйти без молитвы, потому что вокруг себя дома разрушены. Говорит, а мой дом стоит. Я не могу просто выйти. И, знаете, когда мы слушаем это свидетельство, я думаю, Господь, насколько милость Твоя. Для них, конечно, было очень удивительно, что из Белоруссии люди приходили, они были очень благодарны. Просто ты понимаешь, насколько люди могут быть благодарны, потому что ты просто им даешь хлеб. Да, мы не такие специалисты, может, там, классные, может, не всегда все получалось, иногда подпалим, иногда, может, не так подойдет, как мы подпалим и называли белорусский хлеб, да, когда он коричневый, сильно темный, с белого он в темный превращался. Но Бог миловал, Бог благословлял, когда люди приходили и говорили, слушайте, сегодня, а вот сегодня хлеб был очень вкусный. И когда, говорит, когда в магазине он уже плесневеет на третий день, а ваши пять дней стоит, и хорошо. Но мы, знаете, мы благодарны Господу, что Бог являл, являет свою милость, совершает свою работу и благословляет. И когда ты просто слышишь простые слова благодарности людей, я братьям говорю, знаете, вам столько здоровья пожелали, что вам нужно будет, теперь придется лет 150-120 жить, потому что вам столько здоровья пожелали. Потому что каждый приходит и говорит, дай Бог вам здоровья. Скажите, это много или мало? Ну, по меркам, даже финансовым сегодня, скажите. Это очень много. Сегодня люди готовы сегодня платить большие финансы свои, чтобы у них было здоровье. И когда ты каждый раз слышишь, и на самом деле Бог давал особые моменты, мы до утра работали, потом пытались час-два поспать, что-то себе приготовить, дальше и шли, приходили люди, общались, и вот так почти две недели. Ночью тоже не всегда спокойно можно было просто уснуть, но мы благодарны Господу, чтобы Бог давал силы, здоровье, крепости. С родными нельзя было связаться, потому что интернета, связи... Там люди счастливые, без телефона, вообще телефона, связи нет, от слова вообще. То есть входят, никуда не спешат, готовы пообщаться. Там, знаете, никуда, они готовы быть с тобой, потому что света нету. Что там, то есть, знаете, на самом деле, такое прекрасное время, и ты свободен. Конечно, только женам беспокойство, да, потому что связи нет еще, там, как случается. Но Бог давал иногда периодически, ну, раз в неделю выходить в связь, говорит, что мы все нормально, мы живы, мы все нормально. Мы благодарны Господу. На самом деле, очень прекрасное служение. Они, знаете, я думаю, что мы с братьями общались, говорили, что пройдет время, это служение, может, и не надо, будет неактуально для того места. Потому что, говорит, когда мы только заехали, просто люди давно не видели хлеба, просто не видели, они настолько были благодарны Богу, что кто-то позаботился. Да, и они, когда приходили, кто-то с порога начинал креститься, кто-то просто благодарить, и просто ты понимал, кто-то что-то нес, там, овощи, кто-то нес, говорит, ребята, вот вам покушать. И, на самом деле, ты видел и понимал, что насколько люди благодарны, и насколько люди сегодня оценят то, что ты можешь просто для них делать. На самом деле, мы благодарны Господу, что Бог сегодня совершает. И, знаете, я думаю, что для нас, для церкви, церковь должна быть там, где сегодня есть нужда, и в духовном, и в физическом. Я думаю, что церковь, это на самом деле должно быть ответом на те нужды и вопросы, которые сегодня есть у людей. Знаете, перед этой поездкой я всегда думал, Господи, может, нужно, не нужно, а зачем? Вот у меня отпуск был, братьев тоже отпуск, но сто лет не стоит время свое, там, еще какие-то силы тратить. Но когда ты просто едешь, и, знаете, сегодня воспоминания, говоришь, Господи, это прекрасное время было, да, оно, может, непростое. Я говорю, таких поездок у меня еще не было, таких очень непростых, сложных. Но ты едешь и говоришь, Господи, это стоило того, это стоило того. И я думаю, что, знаете, пускай Бог благословит, чтобы наша церковь, каждая из нас, мы были сегодня ответом для кого-то. Мы были ответом для людей, которые сегодня находятся в нужде, у которых есть сегодня вопрос жизненных обстоятельств сегодня. Пускай, может, нас, знаете, не пугают, может, как мы говорили, тебе страшно. По-человечески страшновато было, когда первый раз услышал взрывы, там еще что-то страшное было. Потом, когда ты уже ночью, ты спокойно спишь от определенных обстоятельств, когда дом, может, трясется твой, но, знаете, по-человечески, да. Но, знаете, я думаю, что церковь должна быть там, потому что для тех, кто там, сегодня нужен и хлеб, и физический, и духовный. И сегодня, для каждого из нас сегодня, пускай будет сегодня, мы еще больше и больше будем молиться за разные регионы на нашей планете, где сегодня разные обстоятельства сегодня проходят. «Но пускай Бог благословит и явит свою милость для каждого, чтобы мы, ты и я, мы были ответом для кого-то». И в продолжение бы хотел бы просчитать несколько мест Писания, поразмышлять еще с вами. Я буду читать третья книга Царств, 17 глава, 7 стиха. Третья Царств, 17 глава, 7 стиха. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам городом, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвав он ее, сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей, Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, «Мука в катке не истощится и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так. Как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее, и несколько времени, и мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, которую он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу, и сказал, «Господи Божий мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господа и сказал, «Господи Божий мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его с горницы в дом, и отдал его матери его. И сказал Илья, «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина». Мы знаем это местописание, что на землю израильскую пришла засуха. И определенное время Илью Бог сказал, что должен был укрываться у потока кедрона. Написано, что утром и вечером вороны приносили ему хлеб и мясо, и он питался из потока, пил. Но пришло время, когда и этот поток высох. И Бог говорит, «Поеди в Сарепту Сидонскую, потому что я сказал вдове, чтобы она о тебе заботилась». Знаете, вот здесь читая, я сказал вдове, но вдова скажет, мне, наверное, никто не говорил, никто не позвонил, никто не сообщил, что там, знаете, вот когда мы приехали, куда нам нужно было в место назначения, мы с братьями связались только в Минске. Я в Минске списывался за неделю, что в такое-то время мы приезжаем. Знаете, приезжает автобус, мы выходим и понимаем, что никого из братьев нет. Позвонить негде, некому, то есть у тех тоже связи нет. Стоим с братьями и понимаем, что, знаете, как первое правило, если ты потерялся в лесу, оставайся там, где ты есть. Знаете, мы с братьями, говорят, братья, нам остается только здесь, ждать. Понятно, что какие-то обстоятельства случились так, что братья скорее всего будут. Да, конечно, через час где-то братья приехали, обстоятельства жили, что у одного брата ожог случился ночью, вот он нес кипяток на хлеб и прокинулся это и на ногу, и нужно было в больницу его отвезти. Поэтому мы ждали, и, знаете, не было связи. Мы не знали, но мы понимали, что, наверное, все-таки с нами придут. И здесь написано, что я сказал вдове. Знаете, Илья поверил и пошел в Царепту Сидонскую. Знаете, интересно, что этот город вообще не в Израиле. Это находится вне Израиля. То есть Бог сказал, говорит, что я имею дело с язычниками, то есть те, которые поклоняются, может, каким-то богам другим, я ей сказал, чтобы она будет о себе заботиться. И когда он пришел, он увидел женщину, он понял, что это та вдова. Попросил у нее, знаете, ну, начал сдалека, говорит, как это у нас иногда, говорит, я так пить хочу, что кучень кушать хочу, вообще мне спать негде, да, говорит, ну вот, это было из той истории, он говорит. Я говорю, сначала, говорит, пить попросил, потом, говорит, ножку вообще захвати, а потом, знаете, мы читаем дальше, что у нее и комната оказалась. Ну, вот так, хороший ход был, да, с одной стороны. И, знаете, вот, мы читаем, но на самом деле, эта женщина была вдова, уже в то время, эта вдова, это было очень печальное положение, состояние, в котором она оказалась. И она говорит, не только потому, что она была вдова, она говорит, у нас вот осталось вот немножечко муки в катке и масла. Я, говорит, она рассказывает свою историю, говорит, я просто сейчас собираю дрова, мы готовим сыну, я себе и сыну готовим, мы покушаем, и все, и умрем. Она говорит свою характеристь, потому что у нас больше нечего кушать. Пророк Илья пришел в тот момент, когда все заканчивалось и все больше ничего не было. Знаете, нам кажется иногда, что Бог очень сильно медлит. И кажется, вот-вот уже сейчас все закончится. Сейчас, когда работали на пекарне, знаете, когда люди заходили, у нас сразу стояли мешки с мукой. Они стояли с этой стороны и с другой стороны, с той стороны, с которой люди не видели. И однажды утром люди приходят, и они замечают, что с этой стороны, которую им заметили, они видят, остается пару мешков муки. Мы тут не переживали, мы знали, что там еще в той стороне есть мука. Но когда они увидели, что здесь остается, знаете, они очень начали переживать. Она говорит, а когда вам перевезут муку? Они очень переживали, потому что они понимали, что не будет муки и не будет хлеба. Она говорит, ребята, не переживайте, вот там еще есть, все хорошо, там заказали, там должны будут перевезти. Знаете, эта женщина пришла и говорит, у нас мука заканчивается. Но интересно, что ей говорит Илья. А сделай сначала для кого? Для меня. Ну, так, немножко по-человечески эгоистично, конечно. Пророк Илья, как ты думаешь о себе, ну, мы говорим, а не о ближнем своем? Но он говорит, сделай мне. Почему? Для нее это был шаг веры. Ей нужно было поступить по вере, что и после того, как она сделает для пророка, для нее и для сына еще останется. Потому что он сказал слово, что мука в катке не истощится, и масло в кувшине тоже не иссякнет. И нужно было поверить тому слову, которое сказал этот пророк. И написано, что так и было по слову, что мука не кончалась, масло тоже не иссякало. Приходило нужное время, знаете, может, каждый раз она и шла к этой катке и смотрела, мука снова есть. Может, там не было, знаете, тонны, не было килограммами, но она понимала, приходилось завтра снова есть эта мука. И они так жили. Но интересно, знаете, в эту семью пришла проблема. Заболел сын этой хозяйки. И она приходит и говорит, слушай, ну вот, может, это ты причина в том, что мой сын сегодня умирает, потому что, ну, я-то грешный, а ты святой. Написано, что Илья помолился за сына этой вдовы, и Бог воскресил его. Знаете, размышляю над этой историей, ты понимаешь, вот, как повезло этой вдове, что пророк Илья оказался у нее в доме. С одной стороны, вдова нужна была для пророка Ильи, чтобы готовить, ухаживать, комнату предоставить. А с другой стороны, вдове нужен был пророк Илья. Знаете, вопрос, кто кому больше был нужен, знаете, возможно бы, если бы пророк Илья не пришел к ней, ее сын бы тоже бы все равно заболел и умер. Ну, это мое рассуждение. Мы не знаем, что нас ожидает дальше. Но кто кому был больше нужен, остается под вопросом. Я думаю, что Илью Бог бы все равно обеспечил. Илья бы все равно не остался бы голоден. Все равно не остался бы необеспеченным. А вот вдова вопрос большой. Во всей стране был голод, и уже когда Христос говорил, говорит, никому пророк Илья не был послан, но только в Сарепту Сидонскую. Много было вдов в то время, но только к одной был послан пророк Илья. И знаете, она сама не понимала, может, до конца, что ожидает ее семью, но она начала служить. И знаете, когда она служила, пришло благословение в ее жизнь. Следующая история, 4 книга царств. 8 стих. Похожая история. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не приходил, всегда заходил туда, есть хлеба. и сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, он святой. Сделаем небольшую горницу над стеной и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Елисей слуге своей, позови эту Санамитянку. И позвал ее. И она встала перед ними и сказала ему, скажи, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Геезе, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее. И встала она в дверях. И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына? И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременна и родила сына на другой год и то самое время, как сказал ей Елисей. Знаете, дальше мы можем читать, что тоже с сыном случилась проблема. Он тоже заболел, умер. Но здесь мы знаем, с чего начинается вся эта история. Елисей приходил в этот город и вот эта женщина, она заметила, что этому человеку просто негде поспать. негде отдохнуть. Она просто заметила, что у этого человека есть нужда. Она подошла к мужу и говорит, слушай, давай мы сделаем горницу для этого человека. Знаете, они потрудились, потратили финансы, возможности и сделали место, где этот человек мог, проходя, просто отдохнуть. Хочу сказать, это большое дело, когда ты просто можешь отдохнуть спокойно. Знаете, когда мы работали, там один брат говорит, просто на лавочку уже под утро. Знаете, думаешь, как классно просто лечь на лавочку и отдохнуть, просто закрыть глаза. Но это для человека Божия была сделана прекрасной горницей. Написано, каждый раз, когда он приходил, и это было сделано не из каких-то корыстных целей, ну, чтобы там... Она говорит, у меня все есть вообще. Знаете, она начала посылать, написано, посылай хлеб по водам своим. Когда? Когда у тебя есть хлеб. Никогда у тебя нету. Когда у тебя сегодня есть хлеб, написано, что посылай хлеб по водам. Почему? По прошествии времени многих дней что с ним случится? Ты найдешь его. Есть время в жизни нашего, когда мы можем посылать хлеб по водам. Мы читаем, знаете, из 40-го псалом «Блажен, кто помышляет о бедном». В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов. Господь укрепит его на одре болезни его, и ты изменишься уложей его в болезни его. Знаете, интересно, здесь говорится, что помышляй о бедном. Не просто думай, что где-то кто-то есть, но я подумал, и это хорошо, что я подумал. В других переводах «заботься о бедном», чтобы твои мысли не просто ты подумал и все на этом закончилось, но чтобы твои мысли привели тебя к действиям. Ты захотел не просто подумать, ну да, на самом деле открыть сердце свой дом, кошелек свой о ком-то, посылать хлеб, чтобы, знаете, не тогда, когда у тебя уже, потому что, говорит, не из корыстных целей, но Бог говорит, придет время. Бог говорит, что в день бедствия избавит его Господь. Бедствие, оно придет, может, в твою жизнь. Пройдет, придет, может, даже болезнь, Писание говорит. Но прежде ты что-то подготовил для себя, своими действиями, своими словами, своими жизнями. Вы знаете, эта женщина приготовила, она не знала. Интересно, что дальше в жизни этой женщины, написано, что в народ израильский, можете думать почитать, пришел голод. И Елисей приходит и говорит, слушайте, тебе нужно уйти с этого места, потому что семь лет здесь будет голод. Она уходит, проходит семь лет, и она возвращается снова. Написано, нужно было ей идти к царю, чтобы говорить о своей земле. И так получается случайно, я говорю, в кавычках. Она приходит к царю в то время, в нужное время, когда сидит перед царем слуга Елисея Гиези и рассказывает как раз о ней. И вот тут она появляется. Я говорю, так вот эта женщина, а вот этот сын, которого Елисея воскресил. Так читаешь, говорю, господи, вообще интересно, вот так вот, знаете, совпадение, да, вот прийти в нужное время, в нужном месте оказаться. Знаете, дальше он говорит, узнал, с чем она пришла. Он говорит, слушайте, все вернуть. Даже те доходы с этой земли вернуть. Мы читаем, знаете, вот если просто прочитать конец, думаешь, повезло тебе, женщина. Как хорошо вот случилось. Знаете, но прежде что-то было. Прежде что-то она сделала. Знаете, мы иногда хотим, чтобы в нашу жизнь приходили обильные благословения. А знаете, в 12 главе океана мы читаем, что Иисус говорит, что если пшеничное зерно, павший в землю, не умрет, что? Она останется одно. Но если оно умрет, оно принесет много плода. Знаете, умереть не просто где-то. Христос говорит, нужно упадши в землю. И дальше я говорю, в хорошую землю. Зерно может что-то усыться. Знаете, с нашей жизнью мы однажды все умрем, брат и сестры. Но как бы это печально не было. Как бы это трагично не было. Мы приходим на служение, там сестра уже пожилая. А знаете, сначала боялась выходить из дома, идти на служение. А потом я взял на себе стихи из Библии. Говорит, в твоей книге написаны все дни для меня назначенные. Говорит, поэтому я всегда оставляю дом, преодолеваю расстояние, обстоятельства и иду в Церковь Божию. Потому что у Бога назначены все дни. Если мне нужно, вот что-то случится со мной в дороге, говорит, ну, у Бога назначены все дни для меня назначенные. И знаете, интересно, что Христос говорит, зерно, оно умрет. И мы все изменимся. Написание говорит, что вот принесем ли мы добрый плод для Царствия Божия? Принесем ли, сможем ли потрудиться в свое время? Сделать то, что мы можем сделать? Знаете, мы приехали, и братцы говорят, ну, ладно, хоть помоложе, братцы, приехали. Говорит, потому что был, приехал брат, уже которого мы за 60. И они говорят, ну, понятно, что нагрузку сильную не дашь. И я думаю, знаете, вот как важно делать все в свое время. молодежь, чтобы делать свое, в средний возраст свое, потому что ты не сможешь уже сделать постарше. Как важно сеять то время, которое Бог дает тебе сеять. И если бы, знаете, многим бы сказали, многим вдовам в Израиле, многим, знаете, как вот этой богатой женщине, сказать, что что-то в жизни твоей изменится. Братья и сестры, мы не знаем, что нас ожидают впереди. Но сегодня время сеять, сеять доброе в жизни нашей, замечать рядышком, кто находится, сеять, потому что придет время, мы что-то захотим пожать. И пускай каждый из нас, мы пожнем то доброе, что в свое время посеяли. Пускай сегодня Бог благословит каждого из нас сегодня, сделать нас чуткими, глаза, чтобы видели, замечали, что сегодня происходит вокруг нас, чтобы были для кого-то опоры, для кого-то сочувствием, для кого-то благословением сегодня в жизни. Пускай Бог сегодня сделает эту работу над нашими сердцами. А мы вставшим, мы еще будем молиться об этом, просить Господа. Субтитры создавал DimaTorzok